Матрасы, тёплая одежда и средства гигиены. Сегодня с самого утра здесь на складе волонтёры разгружают машину с гуманитарной помощью для вынужденных переселенцев из зоны АТО. Гуманитарный груз из Германии, общий вес около тонны – в основном предметы первой необходимости. Волонтёры рассказывают, всё это немцы, неравнодушные к проблемам украинцев, собрали всего лишь недели за две. Это наши друзья из Германии, это частные лица, это Людмила Шумейко и Томас, её муж Томас, они в сентябре были в Харькове, они связывались с нами, они увидели, какая здесь ситуация и объявили по Германии сбор помощи. Вот собрали, отправили, что-то закупили, что-то люди принесли, паковали, это из города Эссен. Среди волонтёров сегодня здесь и Артур. Из неспокойной Горловки в Харьков вместе с женой и маленьким ребёнком бежал ещё в декабре. И вот уже около двух месяцев мужчина помогает тем, кто оказался в таком же положении, как и он. Помочь людям таким же самым, как я, которые столкнулись с таким же проблемами, как я. Просто я знаю эти проблемы изнутри, не со стороны, так как сам постоянно сталкиваюсь с ежедневно, с новыми и новыми проблемами. Поэтому понимаю людей и решил, что здесь моя помощь будет нужной. Эту гуманитарную помощь из Германии, говорят волонтёры, ждали ещё в январе. Но возникла неожиданная проблема. Немецкая таможня не хотела её пропускать. Для пересечения границы не хватало экологических сертификатов. Но потом проблему удалось решить. Почти два дня стояли на таможне в Киеве. Груз должен был приехать ещё вчера. Приехала только сегодня. Тем не менее, задержек особо длительных не было. Были, стояли они ещё там в Германии, я знаю, около месяца на таможне. Там уже немецкие представители позаботились о том, чтобы это всё быстрее было. А здесь особо никаких препятствий не было. Водитель сам харьковчанин был, поэтому он без проблем понял, куда ехать. Гуманитарку разделили на несколько частей. Часть помощи волонтёры отправили на склады в адаптационный центр, а часть останется здесь. Одежду и средства гигиены они планируют раздать наиболее нуждающимся уже завтра. А ещё, говорят волонтёры, скоро в Харьков должен прибыть ещё один гуманитарный конвой из Испании. В нём будут лекарства, средства гигиены и товары первой необходимости. Инна Степанишина, Александр Проценко, агентство телевидения новости.